здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана сегодня на таро мы с вами посмотрим такой второй расклад как какие события на пороге то есть что событие это принесет вам и к чему это событие приведет как всегда будет три варианта ответа я вам предлагаю задать про себя вопрос какое событие у меня на пороге что она принесет к чему приведет и выбрать свой вариант так первый вариант какое событие на пороге что принесет к чему приведет второй вариант события, что принесет, к чему приведет. И третий вариант события, что принесет, к чему приведет. Вот посмотрите на карты, выберите тот вариант, который вас устраивает. Ну что, я думаю, что, наверное, каждый определился, каждый выбрал свой вариант. Давайте теперь смотреть. Итак, это пока отодвину, чтобы не мешали. Смотрим первый вариант события, что принесет. Что у вас получается? Ну смотрите, событие, которое непосредственно придет на пороге лыжи. Первый момент это однозначно связано с мужчиной. То есть в вашу жизнь ворвется человек, который очень сильно изменит вашу жизнь, который направит вас, даст вам стабильность, уверенность, даст вам какую-то помощь, поддержку, который поможет разобраться абсолютно во всем вашей жизни. То есть если были какие-то, ну знаете, как неурядицы, была какая-то путаница, нерешенные какие-то вопросы, одиночество. Если кто долго находился в одиночестве, то этот человек перевернет однозначно вашу жизнь полностью. То есть у вас полностью меняется и вы наконец выходите в стабильность. Вы наконец выходите, может быть, из какого-то разрушенного состояния. И это все будет связано с мужчиной. Также это очень хорошо касается для тех, кто были нерешенные вопросы, предположим, в работе. Также появляется работа, появляется человек, с помощью которого вы решите все вопросы с работы. В бизнесе очень хорошие партнеры, которые появляются и дают вам новый настрой, новое начало. Что принесет это событие? Принесет то, что вы научитесь иначе смотреть на свою жизнь, на какие-то свои позиции. Вы иначе начнете смотреть вообще на все ситуации абсолютно. Вы многому чему научитесь, вы много новое познаете, много нового для себя откроете. То есть у вас появляются возможности, вы увидите возможности своей жизни. И этот человек вам даст эти возможности. И это как раз вот он вам несет. К чему приведет? А приведет к тому, что вы наконец спокойно вздохнете и сможете немножко расслабиться. То есть если вы весь период были в напряжении, были в таком состоянии подавленном, может быть, что вы... Была такая, может быть, ситуация запутанная, что вы вообще не видели, как говорится, ни конца, ни края, когда же это все закончится. И вот вас эта ситуация приведет к тому, что вы сможете спокойно расслабиться, вы сможете наконец отдохнуть и вздохнуть спокойно, понимая, что у вас все нормально в жизни, что все уладилось, что все решилось, что рядом есть человек, на которого можно положиться. И эти события у вас на пороге. Так, смотрим второй вариант. События. Что принесет и к чему приведет? У вас немножко напряженные события, но давайте попробуем посмотреть. Значит, что получается? Какое событие у вас идет? У вас идет такая позиция, как вы для себя наконец откроете то, что, возможно, вы раньше не замечали. Ну знаете, как не замечали, что человек какой-то мог вас обманывать, не замечали именно истинное отношение к семье, не замечали какие-то детали, не замечали какие-то ситуации в своей жизни. То есть у вас идет именно такое событие, когда вы наконец очень много для себя проясните. Да, это, возможно, вас опечалит, потому что, ну знаете, как говорят, снимаются розовые очки. Вот приблизительно у вас то же самое. То есть вы очень много увидите, с одной стороны, как нехорошего, но с другой стороны и хорошие моменты своей жизни. То есть вы наконец увидите, кто для вас друг, кто для вас враг. Вы наконец увидите, где для вас лучше, где для вас хуже. Очень много будете наконец замечать детали, то есть то, что вы либо не хотели видеть, то, либо то, что вы не видели в своей жизни. События будут так разворачиваться, будут менять вашу ситуацию, что очень многое для вас раскрывается. И именно те детали, особенно которые вы не замечали, да, это вас расстроит, потому что, может быть, вы не хотели что-то принимать в своей жизни, но тем не менее события будут вам просто открывать глаза на многие вещи. Что принесет? В какой-то момент немного разочарования, тяжесть душевную, психологическую, что вам придется перестраивать в первую очередь возможную свою жизнь, перестраивать свое отношение, свои взгляды, перестраивать свое мнение относительно других людей. Возможно, что менять какую-то ситуацию, менять свои планы в жизни, менять именно, может быть, и место жительства, место работы, отношения. То есть вам с трудом, но придется менять. Вам этого не хочется, потому что, с одной стороны, вы вроде как и привыкли, привыкли к определенному образу, что вроде как все, знаете, как не трогали, и все тихо, все спокойно, но события разворачиваются иначе. И вам с трудностями, но вы начинаете движение. То есть у вас идет процесс движения, как бы вам не хотелось. То есть вам просто нужно делать переворот. Хотите вы этого или нет, но вас обстоятельства так заставят. К чему приведет? А приведет к тому, что вы все-таки начнете бороться. Возможно, вы просто уже настолько от всего устали, что вам хочется, чтобы вас никто не трогал вообще абсолютно. Но вы понимаете, что события, которые будут идти, вам даст новые, как говорится, начало вашей жизни. У вас появятся силы, у вас появятся возможности, у вас появятся и люди, которые вас будут подталкивать. У вас появится вот именно ваше внутреннее состояние, что нужно и я смогу. Понимаете, вот очень важно будет обращать как раз вам на себя, на свое внутреннее состояние. От чего истинно вы хотите? К чему вы вообще шли? И что вам важно в первую очередь? И вы этого будете достигать. То есть вы наконец начнете бороться. Не ждать там, когда что-то случится, а вы начнете бороться. И у вас это получится, потому что вы будете уверены в успехе. Вот у вас так. Так, это был второй вариант. И смотрим третий вариант. События. Что принесет и к чему приведет? Что-то тоже третий вариант не очень как-то, но давайте попробуем посмотреть. Итак, события. События то, что в вашей жизни, ну здесь для кого как идет. То есть появляется однозначно дама. Для мужчин это дама. Может быть, дама сердца будет, которая как раз и даст вам любовь, внимание, интерес. То есть вы с этой дамой будете расцветать и получать, как говорится, радости жизни. Для других эта дама может именно перевернуть вашу жизнь. Причем во многих аспектах, во многих сферах может перевернуть. А дама идет такая достаточно яркая личность. Она может быть уже в вашем окружении, но знаете, как сидела тихо, не лезла в вашу жизнь, а тут вдруг понеслось. Понимаете, вот идет такой момент, что она очень реально будет интересоваться именно вашими делами, вашей жизнью, там работой, какими-то вот вносите свои идеи в вашу жизнь. То есть менять, менять вашу жизнь. То есть она очень сильно будет влиять на вас и на вашу ситуацию. Но, с другой стороны, это будут положительные. Я бы не сказала, что прям будут какие-то сильно негативные поведения с ее стороны, либо какие-то сильно негативные изменения в вашей жизни. Вот именно с появлением непосредственно этой дамы. Нет, это могут быть и наоборот. Очень такие достаточно приятные события. Просто может быть для вас не совсем привычные. А непривычные, потому что вот это событие приносит, что вам придется что-то очень резко менять в своей жизни. То есть если для мужчин, предположим, встречается дама, соответственно, вы, как говорится, меняете полностью свою личную жизнь, вступаете в новый, как говорится, этап своей жизни. То же самое, кстати, это касается дам. Вы можете настолько влюбиться, настолько вот почувствовать себя желанной, что вы, несмотря ни на что, пойдете, как говорится, полностью будете отказываться от старого и менять свою жизнь. И вообще, вот те события, с одной стороны, вам будет казаться, что приятные, хорошие, приносят вам радость. На какое-то время, да, они будут приносить вам радость. У вас прям будет новый такой такт, то есть событие вам принесет новый поворот в вашей жизни. И вы готовы к этим будете поворотам, вы захотите менять все в своей жизни. Может быть, вам уже, да, знаете, как надоело, там наскучило что-то, хочу все поменять. И эти изменения, в принципе, они вас будут радовать. Но обращайте внимание на последствия. К чему приведет? А приведет то, что не все, либо вы заметите, знаете, как вот в хорошем расположении, не все заметите, либо эта дама потом может очень сильно чем-то вас расстроить. Что очень какие-то будут неприятные последствия. То есть если вот те перемены, которые идут, они идут у вас перемены, потому что однозначно вы будете менять, но полностью с головы не уходите в эти перемены, постарайтесь все-таки контролировать, особенно тех людей, которые лезут в вашу жизнь. Потому что они, знаете, как вихрь, они войдут в вашу жизнь, они внесут вам столько ярких красок, столько интересных идей, возможностей, что да, какие-то будут для вас полезными. Но полностью, полностью с головой не идите. Потому что некоторые обстоятельства, они будут только вас расстраивать. Понимаете, они будут только вас, как говорится, в какой-то момент вы поймете, что слишком вы доверились, и возможно не тем людям, которым нужно было. Понимаете, не вот в этом состоянии, когда все легко, хорошо получается, на 100% не доверяйте. Иначе вы можете сделать какую-то ошибку, о которой потом будете жалеть. Понимаете, то есть вот эта карта, она немножко вот вам перекрывает, что вроде все хорошо, да, все прекрасно, замечательно, меняется там, может быть, смена работы, там, личная жизнь, какие-то обстоятельства. Но вот эта карта блокирует вам. То есть можно вот в таком состоянии что-то не заметить и совершить какую-то ошибку. Вот это имейте в виду. Вот у вас так. Это вот кто выбрал третий вариант. Вот такой вот у нас с вами получился расклад. Я вам желаю, чтобы те события, все-таки, которые у вас идут в скором времени, чтобы они вам принесли только радость. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok